Георгий Розов Близки по духу. Акуджава, Макаревич, фотографа агентства «Лук» Сергей Максимишин. Любит жареную картошку и себя любимого. Любимое выражение. Хороший кадр не пропадает. Добрый день, Георгий. Вы работаете в разных жанрах. С цветами, портретами, пейзажами. Какой ваш любимый? Все любимое. Все любимое. Ну а с чего вы начинали? С какого жанра? Начинал с журнального репортажа. В журнале «Огонек» в 70-м году мы снимали фотостоли. Американцы нас называли «Russian Life». Вот такой глянцевый образ страны советов. Репортаж, слово двузначное, два значения существует. Одно значение – это репортаж как метод съемки. То есть вы снимаете по ходу действия, не вмешиваясь в него. А второе – репортаж как жанр фотографии. Это что вижу, то пою. Вот еще у вас есть книжка «Как снимать». Да. Как идея пришла в голову? Ну, дело в том, что я всю жизнь и снимал, и писал. Я такой пишущий фотограф. И еще в журнале «Огонек» я ехал в командировку один. Обычно ездили двое. Один писал, второй снимал. И скопилось довольно много таких историй фотографических. Очень много, я бы даже сказала. Но грех было все это не собрать. А если еще добавить к этому, что когда я окончал университет, то дипломной работой у меня была фотокнига, сборник вот этих вот фотоисторий, то на старости лет осталось просто собрать то, что я сделал. А вот с чего лучше начать свой путь фотографии? Из какого, может быть, жанра или какой-то аппаратуры? Чтобы не только делать красивые карточки для себя, но и, допустим, продавать. А путь один – много снимать. Надо понять вообще, что ты хочешь, что тебе люба. Потому что фотографии – это огромный мир. Очень много разных сфер применения. Тем более профессиональный. То есть если вы хотите этим зарабатывать, то надо найти такую сферу, где вы конкурентоспособны. То есть надо же быть кому-то полезным. Ведь у вас купят только в том случае картинку, если она кому-то нужна. Ну, то есть сначала надо все равно определиться со своим предприятием. Сначала надо понять, а что ты хочешь, да, что ты можешь. А вы заказанные фотографии любите делать? Обожаю. Серьезно? Это же деньги, я же профессионал, я же этим живу. Нет, ну как-то теряется какая-то художественность, художественность. Нет своего собственного качества. Назвался груздем, полезай в кузов. Если ты идешь снимать портрет, то ты не должен самовыражаться, ты должен снимать картинку для человека. Человек должен себя узнать и себе понравиться. Итак, у нас в студии сейчас будет двое непоседливых детишек, и мы попытаемся с ними справиться. Георгий, у нас сегодня интересная достаточно задача. Мы снимаем Веру. Итак, по поводу схемы освещения. Для начала мы попробуем найти рисунок. То есть посмотрим сначала, как выглядит Вера, как у нее анатомически сложное лицо. В зависимости от этого поставим рисующий свет, а потом будем выяснять, а что нужно, чтобы заполнить этот свет. То есть образовавшиеся тени, они должны быть как-то, видимо, заполнены. Нначе они могут показаться слишком черными. Вот их яркость, она обычно регулируется отражателями. Значит, мы для начала начнем ставить рисующий свет. Рисующий у нас вот софтбокс, правильно? Да, в данном случае софтбокс. Ну вот, вот я нашел некую позу, да. В этой позе Вера достаточно динамично смотрится. И теперь остается только поставить свет, так, чтобы было понятно, какие объемы лица, чтобы было видно, какова величина носа, да. Вот, чтобы все лучшие качества личика стали видны. То есть изначально мы оставляем только один свет, один источник света. Мы нашли некий ракурс, который мы хотим снимать. Теперь мы должны к этому положению фигуры найти хороший свет, подходящий, да. Вот я считаю, что в данном случае нужно, чтобы вот эта тень от носика, вот она очень короткая здесь, она выглядит, как некая сопля. Извините, фотографы это называют соплей. Вот я хочу, чтобы она была длиннее, чтобы она вытянулась ниже и слилась с тенью от щеки, да. Для того, чтобы это получить, нужно светильник поднять выше и сместить его сюда. Вот мы это сейчас и сделаем. Чем ближе источник света, тем он больше от носительного лица, да. Соответственно, он мягче. Да, да, да. Вот если мы хотим получить мягкий свет, то значит, надо его двигать немножко ближе. Ну, не то чтобы совсем, но поближе. Теперь смотри, направление света. Вот оно должно быть в данном случае вниз немножко, сверху вниз. Так. И тени почти исчезли таким образом. Ну, мы сместим, чтобы она появилась, да. Вот мы теперь получили правильный светотеневый рисунок. Так, вот мы, по сути дела, получили нужное для меня освещение. Теперь я хочу посмотреть, как работает фон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...